Государственно-частное партнерство. В регионе определили приоритетные сферы для развития ГЧП. Клининговые услуги и аутсорсинг питания. Укрпотребсоюз планирует осваивать новые виды деятельности. С главными новостями этого дня с вами в студии Илья Сахаров. В Нинницком округе определены приоритетные сферы для развития государственно-частного партнерства. Среди них 6 отраслей – жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика, транспорт, образование, здравоохранение и туризм. Перечень разработан и утвержден в соответствии с дорожной картой по развитию институциональной среды в сфере ГЧП. Далее планируется создать систему мер стимулирования инвестиций в ГЧП-проекты, которая будет включать в себя выделение земельных участков, предоставление налоговых льгот, субсидий и преференций, оказание правовой, информационной, консультационной и иной поддержки. Как пояснили в Комитете по привлечению инвестиций и развитию предпринимательства НАО, целенаправленная работа по объединению ресурсов власти и бизнеса в этом году продолжится. Окружной закон об участии Нинницкого округа в ГЧП принят еще в 2011 году, однако за 4 года ни один проект государственно-частного партнерства так и не был реализован. На сегодняшний день подготовлен проект поправок, который актуализирует нормативный акт. Кроме того, создается специальная рабочая группа. Ее задача – проанализировать имеющиеся у регионы ресурсы. Изучить заинтересованность со стороны бизнеса и предложить к реализации конкретные ГЧП-проекты. Окрпотребсоюз планирует осваивать новые виды деятельности. Об этом главе региона Игорю Кошину в ходе рабочей встречи рассказала председатель союзопотребительских обществ НАО Наталья Кордакова. Помимо перспективных планов она представила губернатору показатели деятельности потребительских обществ. Сегодня потребка операции обеспечивает продовольственную безопасность 80% населенных пунктов региона, охватывая своими услугами 11,5 тысяч сельского населения. При этом в 20 из 35 обслуживаемых населенных пунктов проживает менее 300 человек. Наталья Кордакова сообщила, что в селах отмечается снижение покупательской способности. По ее мнению, это связано с осложнением экономической ситуации, а также оттоком жителей из сельской местности. Чтобы сохранить рабочие места и повысить собственную экономическую эффективность, в 2016 году Окрпотребсоюз планирует осваивать новые виды деятельности. В частности, потреб общества готовы оказывать клининговые услуги и обеспечивать питанием учреждения образования. Пилотные проекты по этим направлениям планируется запустить в Каратайке и Усть-Каре. Также на встрече обсуждался вопрос о реализации проекта «Безналичный округ». Потребительские общества в 2015 году приобрели и установили в собственных магазинах 25 банковских терминалов. По словам Натальи Кордаковой, препятствуют переходу на безналичный расчет и автоматизации производства качества связи в отдаленных селах. Погорельцы дома на Озерной 16 получили первые квартиры. На временных квадратных метрах побывала наша съемочная группа. Администрация Ненецкого округа объявила о формировании кадрового резерва. По поручению губернатора, аппарат администрации приступил к созданию базы данных лиц, рекомендованных к назначению на руководящие должности в органы исполнительной власти округа и подведомственной им организации. Первыми отбор для включения в кадровый резерв пройдут специалисты сферы образования и здравоохранения. Отмечу, что система формирования кадрового резерва региона работает с 2008 года и работает довольно успешно. За этот период через конкурсный отбор прошли десятки человек. Сегодня многие из них заняли руководящие должности. Владислав Песков, в прошлом руководитель одного из подразделений «Лукоил Информ», вошел в кадровый резерв Ненецкого округа в 2009 году. На протяжении нескольких лет, не отрываясь от основной работы, проходил обучение и повышал квалификацию. Спустя шесть лет нахождение в резерве перешел на работу в одной из окружных учреждений. В 2015 году появилось предложение со стороны администрации и меня пригласили на должность руководителя государственного монетарного предприятия «Ненецкая компания электросвязи». Сейчас я являюсь директором. С моей точки зрения, эта система хорошая с точки зрения обеспечения кадром Ненецкого автономного округа. Понятно, что там необходимо время. И с моей точки зрения, как это нахождение в кадровом резерве появляется потенциал для повышения своей квалификации, улучшения знаний. Есть в копилке кадрового резерва округа и более быстрые назначения. Сергей Паромов сегодня занимает должность заместителя председателя комитета инвестиций и развития предпринимательства. Попал в базу данных в середине прошлого года. За это время произошло множество мероприятий по подготовке резервов. В том числе очень обильная учеба. Очень много было обучающих мероприятий. И семинары, и деловые игры. Сами материал освоили какой-то теоретический. Взаимодействовали в группах. То есть велась целенаправленная подготовка по развитию отдельных компетенций, навыков и знаний для того, чтобы эффективно работать на руководящих должностях. Отбор кандидатов для включения в кадровый резерв – это серьезная работа, отмечает начальник управления государственной гражданской службы и кадров аппарата администрации округа Елена Маркелова. Прежде чем включить кандидата в резерв, с ним проводят тестирование. Успешно прошедших тест включают в базу данных и начинают готовить к работе на руководящих должностях по программе менеджмент. В настоящее время наш округ испытывает потребность в высококвалифицированных кадрах, в различных сферах социальной и экономической деятельности. Потребность есть, естественно, и в хороших управленцах. Формирование кадрового резерва позволит в перспективе решить вопрос в выборе кандидатов при назначении на руководящие должности в органах государственной власти или подведомственных им организациях. Мы сегодня прорабатываем возможность назначения руководителей окружных государственных предприятий и учреждений по результатам конкурса или из резерва кадров. И сегодня губернаторам объявлено о формировании кадрового резерва из числа специалистов в сфере образования и здравоохранения. Как уже отметила Елена Маркелова, сегодня процедура наборов кадровый резерв претерпела изменения. Если раньше администрация объявляла о наборе в резерв в целом, то сейчас формирование будет происходить по отдельным направлениям. Сегодня такими направлениями объявлены образование и здравоохранение. Специалисты вышеназванных сфер, желающие принять участие в формировании кадрового резерва лиц, рекомендованных к назначению на руководящие должности, могут отправить свою заявку до 25 февраля. Процедура довольно проста. Там необходимо зайти на сайт администрации Нинецкого округа, в разделе «Государственная служба НАУ» нажать на вкладку «Резерв управленческих кадров». Здесь вам будет предложено заполнить форму электронного резюме. Вся информация поступит в управление государственной гражданской службы округа. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Погорельцы дома на улице Озерной, 16, получили первые квартиры. Многодетная семья и пожилая пара получили жилье из маневренного фонда поселка Искателей. Остальные семьи, по словам главы администрации рабочего поселка, получат ключи в течение недели. Однако, согласно жилищному кодексу, они положены не каждому погорельцу. Да, вот это купили, но мою пенсию, которая осталась, только-только. Жить надо так уж как-то. Второй день Надежда Константиновна Репина обживает новую площадь – однокомнатную квартиру в районе Вилладж. В новое жилье уже успели купить две кровати и телевизор. Кухонный гарнитур и стенку подарили неравнодушные наренмарцы. Наводить порядок и уют помогают сын и невестка. Предыдущие жильцы оставили квартиру, мягко говоря, не в лучшем состоянии. Но хозяева не унывают. Жилье временное и расположено на первом этаже. А для семьи с инвалидом это очень важно. На этой неделе получат жилье в маневренном фонде и другие семьи-погорельцы. Мы не будем уже опираться на ту норму, что там 6 метров квадратных, чтобы людям как-то облегчить жить. Хотя по закону мы должны давать 6 метров маневренный фонд на человека и все. Но будем как-то входить в положение и рассматривать вопрос, чтобы было более комфортное проживание. Я понимаю, что есть и маленькие дети, и большие дети есть. То есть на одной площади тяжело будет жить. Согласно закону, жилье в маневренном фонде положено только тем, у кого сгорело единственное недвижимое имущество. Поэтому перед вручением ключей будет сделан запрос в Росреестр. Среди тех, кому муниципального жилья не положено, оказалась Юлия Талеева. Кроме сгоревшей квартиры на Озерной, 16, у нее есть жилая площадь в городе. Однако там проживает семья сестры. Их жилье находится в аварийном состоянии. У них 18 квадратов и пол проваливается. Стоит в очереди, стояла седьмая, потом пятая, а теперь уже 20 какая-то. Пятая или 127, или 120 пересмотрели очередь. И вот она живет в моей квартире на Ленина, 27 временно, пока что-то не решится в администрации. Решаю проблемы нашей семьи. И сестрам помогаю, и сама от этого, может быть, страдаю. Ну а куда деться? Юлия может рассчитывать на материальную поддержку от округов 50 тысяч рублей. Единовременная выплата предоставляется на каждого члена семьи, утратившей жилье. В отделении социальной защиты уже поступили заявления от семи погорельцев. А вот 100 тысяч рублей, опять же, полагается только тем, кто утратил единственную квартиру. Она предоставляется только собственникам, которые не имеют другого жилья. Это жилье для них было единственным. И если им не предоставлено маневренное жилье. Есть граждане, которые у нас обратились за этой выплатой. Мы сделали запрос в Росреестр для подтверждения, либо опровержения, что у них больше нет. После этого будет выплачено 100 тысяч. Получается, из 12 семей денежные выплаты и жилье в маневренном фонде получат не все. Им остается ждать новых квартир, которые будут построены специально для погорельцев. Валентина Чибичек, Леонид Шишелов, Телеканал Север. В Наринмаре стартовал киномарафон «Кинолетопись НАО». На первую творческую встречу пришли бывшие сотрудники кинотеатров «Дружба» и «Арктика». Окружной киномарафон документального и игрового кино «Кинолетопись НАО» в рамках года кино стартовал в Наринмаре. У нашего округа богатая киноистория, лидерство по посещаемости киносеансов в селах, многочисленные награды на российских и международных конкурсах за создание документальных фильмов и богатая событиями история тыковылки, первого ненецкого художника, картографа, полярного исследователя, участника Второй мировой войны, председателя Островного совета Новой Земли, навсегда запечатленная на кинопленке Мосфильма. Открытие киномарафона состоялось в кинозале Дворца культуры «Арктика». На творческую встречу пришли бывшие директора, сотрудники кинотеатров «Дружба» и «Арктика», среди них киномеханик первой категории Галина Чуклина. А у нас в «Дружбу» сколько народу ходило? А лишнего билетика нет у вас? А лишнего билетика нету? Спрашивали. Это потом, конечно, был спад в 90-е годы, и то мы выстояли. Мы же не развалились, кинотеатр не ушел куда-то. Мы сохранили оба кинотеатра, что «Дружбу», что «Арктику». Мы любили очень индийские фильмы. Вот на индийские фильмы люди всегда ходили. И наши советские фильмы тоже очень люди любили. А какие именно? Ой, я даже не могу вот сейчас быстренько вспомнить. Любовь и голубь. Ох, ой, это было вообще что-то невозможное. Я решила один раз посмотреть, спуститься в зал, потому что в аппаратной все равно это шум. Это пока работаешь, бегаешь с аппарата к аппарату, перематываешь. Некогда. Ну, я пойду посмотрю. Я половину фильма, я не слышала звука. Там стоял такой хохот. Но иногда зрителям было не до смеха, особенно неискушенным. Для кочующих оленеводов кинопередвижки в 50-60-е годы стали настоящим чудом света. Однажды, показывая в чуме звуковой фильм «Чапаев», впервые увидев на экране наступающую конницу, оленеводы так испугались, что выбежали на улицу и не вскоре вернулись досматривать фильм. Говорят, что оленеводов долгое время потом собирали по тундре. Этим и другими интересными фактами поделился еще один гость, пришедший на кинолетопись Сергей Никулин. В 1994 году возглавил объединенную дирекцию кинотеатров и киноустановок. Куда входили кинотеатры «Арктика», кинотеатры «Дружба», киноустановка в клубе лесозавода, киноустановка в клубе совхоза на Сахалине. Дальше у нас киноустановка в Доме культуры была, была киноустановка с зоотехниками в первой школе. Из малого кинозала мы сделали видеозал и с новой японской аппаратурой. Тогда это, конечно, был фурор для Наринмара. Очень интересный факт, что когда 10 лет назад отмечали 75 лет, в 2006 году посещаемость киноустановок в селах Ниньцкого округа на душу населения занимала одно из первых мест в России. К этому лидерству округ шел, начиная с 30-х годов. 70-е и 80-е годы прошлого столетия были наивысшим подъемом по работе со зрителями вокруг кино. Повсеместно организовывались кинопанорамы новых фильмов, кинолектории и клубы любителей кино. В центральных кинотеатрах особой популярностью пользовались в дни школьных каникул кинофестивалей «Сказка». Особо отмечалась работа детских кинотеатров, где школьники имели возможность не только знакомиться с искусством кино, но и получали технические навыки и удостоверения юных кинодемонстрантов. Обучала детскому киноремеслу и Прасковье Ворончихина. Потом я работала в школе-интернат, там на этой аппаратуре тоже ребята работали. А он со звуком, да? Со звуком, обязательно со звуком. Здесь только лампочки нет звуковой, она у меня дома есть, я принесу им в музей, отдам. А здесь что, бобина, да, стояла? Здесь бобина, здесь наматывающая, здесь уже наматывающая. Здесь положим большую бобину, а эта наматывает уже на этот самый. А тяжело управлять таким аппаратом? Нет, оно что, включишь, да и все. Вот двигатель и проекция. А были какие-нибудь, знаете, серьезные поломки? Обязательно, обязательно должны быть и были. А как устраняны, например? Очень просто, здесь, значит, надо зарядить правильно. Зарядить и эксплуатировать правильно обучали и в Наринмарском ГПТУ номер 24. География первых выпускников киномехаников получилась весьма обширной. Получив специальность, они отправлялись на работу на киноустановке Ненецкого округа и Архангельской области. Всего за время работы отделение ПТУ подготовило больше 500 профессиональных кинопрокатчиков. Кстати, среди любимых фильмов, которые показывали наши и другие российские кинопрокатчики, был и советский фильм режиссера Аркадия Гордона «Великий самоед», снятый на киностудии Мосфильм в 81-м году. В основу фильма положена биография ненецкого художника, сказителя и общественного деятеля Тыка Вылки. На севере красок много, а получается одна. Холодная. Ты охру кладешь? Где ты ее видишь? Это брат фантазии. Александр Алексеевич, медведь. Когда идет какой? Белый. Съемки фильма проходили на родине Тыка Вылка, на Новой Земле. В советское время Новая Земля была закрытой зоной. Но Аркадию Гордону удалось заручиться поддержкой начальника главного штаба ВМФ СССР адмирала флота Сергеева. Сам адмирал Сергеев много лет прослуживший на этих островах и прекрасно знавший самого Тыка Вылку, стал главным консультантом фильма. Среди лучших фильмов, показанных на кинолетописи, был и фильм нашей телерадиокомпании «Тюнтово», что в переводе «Ненецкая свадьба», созданный режиссером Марией Кравченко. Марией Кравченко Кстати, в 2015 году Тюнтово стал обладателем Гран-при на Всероссийском фестивале.